В Краснодарском крае, в том числе в Анапском районе, наложен карантин на площади 35 815 гектар по широко распространенному карантинному объекту, который называется Амброзия полонолистная. Амброзия внесена в список карантинных растений, потому что подлежит обязательному уничтожению, прополке или скашиванию. По каждому хозяйству имеется план локализации и ликвидации карантинных объектов, в котором расписано мероприятие по уничтожению данных объектов. То есть этот план включает в себя, помимо механических обработок почвы и механического уничтожения карантинного объекта, включает в себя еще и внесение гербицидов. Там, где это разрешено, списком разрешенных на территории Российской Федерации к применению пестицидов и агрохимикатов. Бороться с распространением карантинных растений должны владельцы земли, на которой они произрастают. В полях это арендаторы, в населенных пунктах местные власти. По становлению главы администрации создана межведомственная комиссия, которая уже практически с мая месяца ведет свою работу, то есть постоянно осуществляет выезды на территории муниципального образования города, она по цели обнаружения сорной растительности вообще в целом, и конкретно именно выявления карантинных сорняков, это амброзия полонолизной и повелики. Амброзию легко отличить от других растений, и все мы ее хорошо знаем. Просто отвернуться от этого сорняка и не принимать никаких действий, значит наплевательски отнестись к чьим-то жизням и здоровью. Продолжение следует...